О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижнем Новгороде открылся федеральный круглогодичный молодежный образовательный центр «Госстарт». Церемония старта продаж отечественной видеоигры «Смута» состоялась в Кремлевском манеже. Группа нижегородских добровольцев отправилась в учебный центр для подготовки к участию в СВО. Почти 200 детей из Белгорода приехали в Нижегородскую область. Федеральный круглогодичный молодежный образовательный центр «Госстарт» эксперты называют по-разному. Кузница кадров, место, где создается кадровый резерв, площадка для профориентации и повышения квалификации. По сути, все верно. Нижегородец Николай Байковский долгое время трудился в коммерческом секторе. Последние два года он возглавляет Молодежный совет Министерства культуры России. В числе 81-х участников Нижегородского центра «Госстарт» он готов получать новые навыки. Все, что пригодится в работе. Если мы говорим о государственной и муниципальной службе, то сейчас большое сообщество «Госстарт» насчитывает тысячи молодых специалистов, которые готовы, которые хотят развиваться, которым нужен этот импульс. И благодаря этим центрам мы можем его получить. Центр «Госстарт» в Нижнем Новгороде начал работу по направлению государственные и муниципальные служащие. Подобные центры по другим направлениям также открылись еще в ряде регионов России. На сегодня их 11. Отличительная черта Нижегородского центра будет работать в тесной связке с уже действующей площадкой «Купна Старт». Ее реализует корпоративный университет правительства Нижегородской области. Программа обучения готовит насыщенную. И только в этом году центр «Госстарт» планирует привлечь в образовательные программы более 12 тысяч участников со всей страны. Все подготовлено для молодых кадров и тех, кто только собирается связать свою жизнь с государственной и муниципальной службой. Параллельная работа идет с потенциальными работодателями. Чтобы прийти, например, сюда и тебя оценили, диагностику провели, всех твоих качеств, не всегда там слабых или сильных. На самом деле люди разные, и они не хуже и не лучше, они просто разные. И кому-то лучше на монотонной работе, кому-то лучше на презентационной работе, ну и так далее. Вот мы можем помочь человеку с одной стороны определиться, где он будет наиболее эффективен, ну а работодателям помочь с кадрами, то есть мы можем направить уже подходящего молодого человека туда, где есть заинтересованность. То есть мы тут решаем две задачи. Весь обучающий процесс будет наполнен сессиями, встречами с экспертами разного уровня. Среди наставников будут федеральные министры, главы регионов. Да и сегодняшние участники в ближайшем будущем и сами смогут попробовать себя в качестве экспертов. Я думаю, что совсем скоро мы уже будем передавать свой опыт, потому что, несмотря на то, что молодежь у нас до 35 лет, но мы уже обладаем некой экспертностью, которой уже мы с радостью делимся с ребятами следующего поколения. Главный посыл – вырастить перспективную и креативную молодую смену в госуправлении. К выполнению этой задачи центр уже активно приступил. Служба информации Сергей Щеплягин, Василий Низов. Знаковые события для отечественной индустрии видеоигры – релиз «Смут». За последний год это самый крупный проект, затрагивающий глубокую тему народного ополчения под началом Кузьмы Минина. Эта игра также иммерсивный, как говорят сами разработчики, обучающий проект, детально воссоздающий эпоху и персоналий. На 40 часов игрового процесса приходится около 300 часов кинематографичных вставок. Церемония старта продаж состоялась в Кремлевском манеже, и внутри и снаружи пространство оказалось будто в другом времени, благодаря антуражным декорациям, интерактивам и реконструкторам. Было бы абсолютно неправильно, если бы все это происходило где-то в другом месте, потому что это реально атмосфера, плоть от плоти нашего региона. На память приходят именно вот это время, вот эти события, вот эти люди, эти фамилии. Вот это прям настоящее Нижегородское. Нижегородскостью просто пахнет, что называется, как русским духом. Волнение. Два года. Все ждали. Давайте отыщем. Что в сундучке? Торжественный старт продаж игры «Смута» объявляется открытым. Ура! Группа нижегородских добровольцев отправилась в учебный центр для подготовки к участию в специальной военной операции. Среди тех, кто подписал контракт, патриотически настроены нижегородцы, для которых защита Родины – священный долг. Новобранцы получили все необходимое, в том числе комплекты дополнительного тактического снаряжения. Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующих на базе Дома народного единства. Правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации. От региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. В итоге, с учетом федеральной выплаты, общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей. Я не хочу, чтобы домой ворвались Азов, Айдар и такие же нацбаты, которые там есть. Я решил встать на защиту своего дома. И много товарищей там, и много кого подтянул с собой. Сплоченность выходит на новый уровень, и это не может не радовать. Самое главное, что родные с тобой рядом отнеслись с этим уважением, что пошел помочь. Служил в стройбате, служил везде, служил до этого контракта служил 8 лет на территории Чеченской Республики. Так что, думаю, привожусь я к нашей родине. Дорога из Белгорода до Нижнего Новгорода для этих ребят заняла больше суток. Но зато их родители теперь знают точно, что дети в безопасности. 191 ребенок приехал из города, который почти каждый день попадает под обстрелы со стороны ВСО. Взрывы, атаки беспилотников. Я приехал сюда отдыхать, отдохнуть об обстрелах. Ну, там стреляют в Белгороде. Там сбивали беспилотники каждый раз в 8 часов утра. Мы вставали, заранее прятались за братом. Я жду спокойствия. Наверное, мама за меня, ну, можно сказать, и переживает. И она спокойная, что я в безопасности вместе, но я все-таки сильно очень скучаю и переживаю. В день заезда ребята занимают понравившиеся места. Олексия Новикова сразу заняла кровать на втором ярусе и приступила к основательному заселению. Все вещи разложила по полочкам. А цели на поездку поставила несколько. Познакомиться, поиграть самостоятельно на жизни. На адаптации отдых у детей несколько дней. А уже с 4 апреля они подключатся к эко-программе «Твой след» в теме смены. Школьники изучат основы бережного отношения к природе, сформируют эко-привычки для жизни, изучат профессии, связанные с экологией и лесным делом. «Полностью их будем холить, лелеять и сделаем так, чтобы пребывание на территории Нижегородской области для них было примерно такое же, как будто они находятся дома с мамой, с папой, с бабушкой. И ничего их не беспокоило, а только были одни положительные эмоции». Как особо отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Россия – это наш большой общий дом. У детей должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции. Как рассказал Глеб Никитин, у нас ребята не только пройдут санаторно-курортное лечение, юных белгородцев ознакомят и с нашим туристическим потенциалом, свозят их на экскурсии, покажут знаковые места. После запланированных школьных каникул дети по графику вернутся к учебному процессу, но в дистанционном формате. На связи – белгородские преподаватели. Пока же впереди у ребят начальных классов целая лагерная смена. Вместо родителей – сопровождающие вожатые. Конечно, родных даже на время заменить невозможно, но каждый здесь без исключения уверен – все будет хорошо. Служба информации Юлия Чернова, Илья Денисов. Выиграть может каждый. Для этого необходимо проголосовать за объекты ФКГС и правильно ответить на вопросы викторины Купна Заедина. Рейтинговое голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Проект «Формирование комфортной городской среды» часть национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России. Ольга Вагина из Паловского округа стала пятой счастливой обладательницей автомобиля. Выиграла «Ладу Гранта». Я в шоке. Я счастлива. Родители тоже счастливы. Муж счастлив. Наконец-то уже на свой автомобиль появится. За объекты благоустройства проголосовали, прислали ссылку, прошли викторину, ответили на три простых вопроса. И вот теперь я в своем автомобиле никогда не выигрывала. Это первый выигрыш и такой крупный. Нужно проголосовать за объект благоустройства, далее перейти на сайт «В голос за», поучаствовать в викторине. И для граждан, которые правильно ответят на три вопроса, производится дальнейший розыгрыш ценных призов. Дальнейший розыгрыш ценных призов. Автомобили, планшеты, ноутбуки, роботы-пылесосы, подарочные сертификаты. Дальнейший розыгрыш ценных призов.